Вы когда-нибудь видели абсурдные предупреждения, запреты и объявления? Сегодня я намерен познакомить вас с парочкой таких. Далеко не в каждом зоопарке увидишь просьбу не кормить аллигаторов галлюциногенными грибами. Многие пешеходы практически не отрываются от своих гаджетов во время прогулки. Уже давно пора во многих местах повесить такие знаки. Перевод текста на таблички – это не зубочистки. Неужели было так много желающих почистить зубы иголкой от кактуса? Привет, с вами канал Фактория. Независимо от того, насколько вы сердиты, не опрокидывайте стол. К сожалению, я не знаю, где это висит. Но почему-то мне кажется, что в каком-нибудь ресторане с не самой лучшей кухней. Перед вами контейнер для переработки бумаги коробок, бутылок с банками и... самурайских мечей? Теперь точно никто не будет задаваться вопросом, куда выбросить свой меч. В свете недавних событий приносить печенье Орео в библиотеку запрещено! Вам тоже сразу же захотелось узнать, что же тут произошло, раз появился этот странный запрет? Пожалуйста, не пытайтесь перелеснуть картину пальцем. Чтобы увидеть следующее изображение, вы должны пройти дальше. Ох уж эта цифровая эпоха, люди уже забыли, что не все изображения интерактивные. 500 рублей? Не такой уж и большой штраф за то, чтобы узнать, что произойдет с парашютистом, если в него начнут стрелять. Рядом с аэродромом открылся тир? Вы знали, что некоторым нужна инструкция, чтобы понять, как есть пиццу? Здесь написано следующее. Откройте коробку перед тем, как съесть пиццу. Мы не даем свиней варенду. Увидев такое, сразу на душе становится грустно. Ведь так хотелось прогуляться со свинкой пару часиков. Дети во всех ярких предметах видят сладости. На корзинке даже пришлось написать, что это беруши, а не конфеты. Для вашей безопасности, пожалуйста, не надувайте перчатки. Кто-нибудь знает, почему этого нельзя делать? Похоже, что это что-то из профессионального юмора. Знакомьтесь, парня справа зовут Норман Девять Пальцев. Он пытался покормить обезьян. Пожалуйста, не трогайте и не кормите животных. Они иногда кусаются. Если вы ворчливый, раздражительный или просто неприятный человек, то ваш заказ обойдется на 10 долларов дороже. Давно пора во всех заведениях общественного питания повесить нечто подобное, чтобы никто не хамил персоналу. Представьте, что вы решили купить кофе в автомате, но он вам не выдал стаканчик и сразу начал наливать кипяток. Ваши действия. Неужели подставите руки? Здесь как раз и просят не проделывать такое, если не выпадет стакан. Иногда нужно лишь креативно предупредить окружающих о неполадке, чтобы они подошли к ситуации с пониманием. Текст переводится как «эскалатор временно лестница». Продукт содержит арахис. Капитан Очевидность всегда заботится о том, чтобы вы были проинформированы. Библиотека закрыта до тех пор, пока не откроется. Правильно, зачем давать людям ложную надежду, когда и сам не знаешь точной даты. Осторожно, огонь горячий. Похоже, что здесь постарались, чтобы в случае ожога никто лишний раз не жаловался, что их никто не предупреждал. Когда уборщикам становится скучно, они знают, как себя развлечь. Особенно если уборщик работает в бассейне. На табличке написано, что в этом месте мокрый пол. Чтобы уж наверняка угодить абсолютно всем покупателям, на этикетке написали, что товар был сделан на земле. И не прикопаешься ведь? Кто-нибудь из моих подписчиков ходит в бассейн? Вы пытались в нем дышать под водой? Или во всех бассейнах висит такая табличка, которая просит вас не дышать под водой? Даже не знаю, кто бы согласился на подобную пытку, но здесь написано, что на ограде сидеть запрещено. Думаю, могли бы и без таблички обойтись. Желающих присесть в этом месте сложно будет найти, даже если постараться. Во время дождливой погоды из-за мокрой дороги вождение становится несколько опасней. И чтобы в очередной раз об этом напомнить водителю, установили знак с текстом «Мокро, когда идет дождь». Внимание, пожалуйста, удостоверьтесь, что лифт приехал, прежде чем в него заходить. Спасибо заботливым людям, которые его повесили, чтобы мы без таких героев делали. Еще одно объявление, которое было снято то ли рядом с бассейном, то ли неподалеку от какого-то водоема. Не плавать, если вы не умеете плавать. Чтобы отбросить все сомнения у пешеходов, здесь официально установили табличку, которая оповещает, что это конец тротуара. Любителям горнолыжных курортов также периодически стоит напоминать об очевиднейших вещах. Знак предупреждает, что деревья не умеют двигаться. На дорогах некоторые водители часто игнорируют знаки, поэтому в этом случае снизу даже подписали, что это знак «Стоп». Видимо, его очень часто не воспринимали всерьез. И вновь капитан Очевидность решил позаботиться о здоровье участников дорожного движения, пустив на этом баннере текст «Не врезайтесь в машину спереди вас». Для тех, кто до сих пор не научился пользоваться лифтом, сделали такую небольшую пометку. Для того, чтобы проехать на седьмой этаж, нажмите кнопку седьмого этажа. Когда ты сам не знаешь, как долго будет сохнуть краска, на всякий случай к фразе «свежая краска» в скубочках добавляешь. Пока не высохнет. Дорога заканчивается в воде. Еще один случай, когда понимаешь, что без этого знака ты попросту и не заметил бы этот внезапно появившийся водоем. Некоторые не умеют контролировать свою агрессию, поэтому в приступах ярости могут и по стене ударить. Это объявление предупреждает, что стена сделана из кирпича, которая может нанести руке серьезные травмы. Катаешься на велосипеде, ничего не предвещает беды. И вдруг на дорожке появляется табличка с текстом «Велосипедист, будь внимателен, знак на твоем пути». Зачем они его поставили-то здесь? Рядом с одним из химических предприятий в Кирове есть весьма интересный знак, который сообщает, что в этом месте спирта нет. Когда периодически игнорируется знак о запрете парковки в этом месте, остается повесить только нечто подобное, чтобы нарушителям хоть стыдно немного было. В некоторых водоемах рыбалка не запрещена, но забирать с собой улов нельзя. Так и в этом случае разрешается только поймать, поцеловать, загадать три желания, сфотографировать и отпустить. Некоторые лихачи настолько привыкли игнорировать знаки о крутых спусках, что пришлось добавить фразу «следите за своим мочеиспусканием», чтобы велосипедисты еще раз подумали, нужно ли им здесь съезжать на высокой скорости или нет. Если вы упадете, животные могут съесть вас и заболеть. Удивляет то, насколько сильно в этом случае переживают не за людей, а за животных. Чайки – очень наглые птицы, и есть множество кадров, подтверждающих это. Поэтому кому-то пришлось повесить объявление с текстом «Мы не виноваты, если чайка съела ваш торт». Даже не знаю, какие мысли появляются в голове, когда проезжаешь знак «Добро пожаловать в аварию». Некоторые любят нагнать на остальных паники. «Ожидайте неприятностей!» – переводится эта надпись. А под ней наглядный пример одной из таких неожиданностей. Внимание! Забор окрашен несохнущей краской. Интересно, как много одежды пострадало перед тем, как поняли, что краска никогда не высохнет? Вам встретился странный знак? Присылайте его фото по ссылкам в описании. Не в каждом месте разрешен выгул собак. И чтобы хозяева начали переживать хотя бы за своего пса, а не за штраф, то добавили знак с угрозой, что их питомца может забрать злой орел. Кажется, кто-то начал сомневаться в действительности происходящего вокруг. После чего он повесил здесь объявление с текстом «Вы видите это объявление?» Отрывая слово «да», ты успокаиваешь кому-то душу. Некоторые туристы ведут себя слишком вызывающе во время путешествий. Здесь даже повесили табличку с просьбой не смеяться над местными жителями. Что было в голове человека, который создал предупреждение о том, что крокодилы едят разогнавшихся с горки инвалидов? Во время езды за городом можно натолкнуться на знаки, которые предупреждают о возможном появлении диких животных. В этом месте обитают пегасы, которые в любой момент могут вылететь из кустов. Девушки, которые часто ходят по городу на каблуках, наверное, будут безумно рады, если в каждой опасной зоне появится что-то подобное. Не знаю, настоящая это табличка или всего лишь чья-то шутка, но текст переводится как «Улица глупых женщин». Навигатор иногда может противоречить дорожным знаком. Например, здесь висит знак тупика, но при этом маршрут всегда прокладывается через него. И кому-то это надоело терпеть. Места для тех, кто никак не может найти себе место. Наконец-то о таких людях позаботились, теперь они знают, куда себя деть. Видели, как в фильмах бандиты избавляются от своих врагов при помощи цемента? Кто-то подумал, что из этого выйдет неплохой лозунг для компании. Кто-то позаботился о людях, которым день подготовил не самые приятные впечатления. Теперь они могут успокоить свои нервы пупыркой. Когда на работе становится скучно, начинаешь придумывать необычные формулировки для рядовых вещей. Перед выходом главное не забыть снять бахилы, потерявшие свою волшебную силу. Скорее всего, доступ к рубильнику под названием «милосердие» есть только у начальства. Сверху напоминалку даже сделали. «Милосердие» включать только при необходимости. Нет ничего лучше, чем запугать своим предупреждением. Особенно, если речь идет об опасных рабочих объектах. Не включать! Выживу! Убью! Когда в тебе есть коммерческая жилка, ты сможешь продать даже гнилые мандарины, заявив, что это всего лишь пыльца феи. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании.